Здесь, в этом видео, вы узнаете правду о вашем будущем, что вам по судьбе, какие двери откроются и что нового войдет в вашу жизнь, как к лучшему ваша жизнь изменится. Перед вами 5 колод и я буду для вас раскладывать все эти 5 колод. Из каждой колоды мы будем брать карты, которые покажут ваше будущее. Оставайтесь, будет интересно. Расклад нужно смотреть от начала до конца, если вы хотите, чтобы он вам помог, потому что вы не знаете, в каком месте именно для вас будет правда. Как любой расклад, заказанный или общий, нужно всегда вылавливать свои моменты. Я делаю только общие прогнозы. Этот расклад для вас, в тот момент, когда вы нашли, является уникальным, но делаю я только общие расклады, поэтому этот расклад для всех, но в то же время он именно для вас. Ну вот, перед вами то, что я буду раскладывать. Это Everyday Witch, то есть ежедневное волшебство. Я бы так перевела колоду. Это колесо года, любимая всеми колода. Это Ленарман Фей. Это винтажный оракул. Здесь подсказки от хранителей рода и от вашего рода будут. А также белые коты, любимая колода. Ну что же, будем начинать. И я буду начинать с этой колоды ежедневное волшебство. Буду переходить плавно на колесо, потому что я так вам их представляла, эти колоды. Потом Ленарман. Потом Ленарман. Потом Хранитель рода. И в конце мы сделаем итог этого расклада по белым котам. Белые коты – это энергетика очень интуитивная. Ну это Тару, конечно, все. Я начинаю. Вы просто настройтесь на свой образ. Представьте себя у меня в студии. И вы получите опыт того, что высшие силы ответят на ваши вопросы. Итак, ежедневное волшебство. Everyday Witch. Ежедневное волшебство. И я спрашиваю у карт. Что неясно, прояснись. Мне причины, обернись. Пусть весы качаются. Пусть сравняются. То есть пусть в вашем пространстве, где вы сейчас, будет баланс, будет стабильность, будет успех и счастье. Пусть весы качаются. Не качаются, да? Пусть весы не качаются. Пусть сравняются. Что неясно, прояснись. Мне причины, обернись. И покажи эти карты моим уважаемым слушателям правду о их будущем. Я возьму две карты из каждой колоды. Итак, вот эти карты. Покажут ваше будущее. Смотрите. Это карта перехода. Потому что все пятерки – это обновление. Это когда вы выходите из кризиса. Когда вы добиваетесь успеха. И иногда вот по этой карте что срабатывает? Когда мы себе сами делаем трудности. На самом деле есть такое выражение, очень негативное. Ты сама себе создаешь трудности. А я пойду дальше. Эзотерически, духовно. И предложу вам создать себе такие фантазийные трудности. И тогда ваша жизнь вам покажется очень простой и легкой. И вы найдете выход из той ситуации, которая есть. Ну, например. У вас есть хорошая сумма денег. Но вы не идете месяц в рестораны вообще. И готовите еду сами. То есть вы себе как бы создаете такие трудности. Как бы фантазийно представляете себе. Ну, вот нужно самому готовить. И вы увидите, что в конце месяца у вас будет кругленькая сумма на какую-то очень хорошую покупку. Или спа-салон. Или какую-то процедуру, массаж. На что-то очень хорошее. Чего вы очень для себя хотели. Это пример только лишь. Сейчас могут на меня кое-кто наброситься, что ну вот, в рестораны не все ходят. Да я и сама в рестораны не люблю. Я люблю сама готовить еду. Я просто вам пример привела. Что есть такое выражение, не создавая себе трудностей. Но иногда, если мы представляем, как будто бы нам трудно, мы начинаем преодолевать те какие-то небольшие задачи ежедневного дня с очень легким сердцем. Потому что понимаем, что мы все можем, мы все можем. Итак, эта карта говорит о том, что вы справитесь с финансовыми трудностями. Справитесь очень легко, просто и быстро достигнете успеха. У вас в руке латерна. Латерна показывает на то, что вы видите свет в конце тоннеля. Правда же? То есть, что у вас есть умная идея, которая вас приведет к тому, что вы выполните свою задачу. Латерна – символ света ума. Если вот после этого расклада будут к вам приходить какие-то грамотные, профессиональные идеи касательно вашего бизнеса, ваших дел, продвижения себя, вы будете знать, что это, потому что вы посмотрели этот расклад, потому что высшие силы здесь открыли для вас возможности, расширили ваше мироздание, миросозерцание. И вы увидели те двери, которые должны были открыться. Когда мы боимся будущего, мы наоборот делаем, как бы для себя закрываем двери, делаем для себя все темным, опасным, страшным. Пятерка Пентаклий, как любая пятерка, это переход. Потому что пять – это пентаграмма. Заметили, что у человека пять пальцев на руке. То есть смысл и девиз Пентаграммы – это удовлетворить все свои желания своими же силами. То есть достичь желаемого своими же силами. Потому что пять пальцев – это и есть Пентаграмма. И, кстати, тоже Пентаграмма – это человек, это руки, ноги и голова, пять окончаний. То есть, другими словами, в самой Пентаграмме заложен портал визобилия, визобилия денег. И визобилия любви. У вас есть все, что вам нужно. И вот эта метла здесь – это как бы инструмент. Инструмент того, чтобы достичь желаемого. То есть у вас есть в руках профессия, которая может заработать намного больше, чем вы сейчас зарабатываете. Ищите для себя лучшее место. Ищите для себя лучших заказчиков, которые не будут с вами ссориться из-за ваших услуг, не будут просить у вас скидки, а будут оплачивать, потому что знают, что вы им доставите самую высокопрофессиональную услугу. И эта карта напоминает и предупреждает, что по скидкам очень часто в магазинах, например, одежда или же даже массаж, ну что угодно, что касается услуга какая-то, да? По скидкам очень часто это не то, что вам нужно. Понимаете? Лучше заплатить полную цену. И вам заплатят полную цену за ваши услуги. Таким образом и вы станете богаче, и тот человек, который заказывает у вас услуги, он получит от вас самое высокое качество услуги. И он придет назад к вам. И он приведет своих друзей, своих родных. И вы выйдете из кризиса. Это хорошая карта. Еще одна карта. И здесь четверка меча. Вот смотрите. Четверка меча показывает вас, когда вы не видите выхода. Когда вы застыли в ожидании какого-то удара судьбы. Когда вы вспоминаете прошлые неудачи и думаете, что впереди они тоже будут. Я возьму еще одну карту, чтобы подтвердить вам, показать вам, что на самом деле впереди у вас только удачи и счастливые достижения. Потому что вы человек умный. Именно по этой карте четверка меча то, что кажется проблематичным вечером и ночью. Потому что вечером у нас всегда эмоции такие более тонкие. То будет казаться легким препятствием следующим утром. Эта карта. Это туз-чаш. Это почти как маг. Туз-это когда усиливаются возможности. А туз-чаш это усиливается возможности заниматься тем, чем вы любите заниматься и получить результат от проделанной работы. То есть вам заплатят хорошие деньги. Как я уже сказала, или благодарные клиенты, или же работодатель заплатит хорошие деньги за ваши услуги, за ваш профессионализм. А также туз-чаш означает любовь. Это новая возможность начинать отношения для многих. Это новая возможность продлевать отношения для многих. Это новая возможность для новых восстанавливать отношения. Это новая возможность для многих избавиться от страхов, которые владеют вами до сих пор. И открыть дорогу на перспективное будущее. На то будущее, в котором вы будете довольны своей жизнью. Потому что вы держите эту чашу двумя руками. И вот эта восьмерка у вас над головой говорит о том, что вы мечтаете о счастье. И вы знаете, где было тяжело. Вы прошли трудный путь. Вы напрягались, вы работали. Вам пришлось пострадать в жизни. Пятерка Пентакли. Вам пришлось испытать на себе обман. Вам пришлось испытать на себе манипуляцию, обиды, оскорбление других людей. И теперь вы уже созданы для счастья. Теперь уже судьба к вам оборачивается солнечной стороной. И говорит, что теперь вы заслужили счастье по судьбе. То есть здесь я вижу, что вы избавитесь от какой-то обиды, боли, страдания. Люди, которые вам доставили беспокойство или даже вас обидели, они будут наказаны. К ним пройдет обратка. А вы приобретете новую любовь, новое счастье. А Тузе это все новое. Новое и усиление всего нового. Вы приобретете любовь, счастье. И будете довольны своей жизнью. Потому что Тузь-Чаш именно в этой колоде это когда вы довольны своей жизнью. Очень хороший расклад. Я сейчас буду приходить к другой колоде. И это будет Колесо Года. Мы тоже возьмем для начала две. Я определилась две карты из каждой колоды. Но если нужно будет, я буду добавлять для вас. Если нужно будет какое-то прояснение. Так как в предыдущем раскладе. Но пока возьму две карты. Конечно, я могла бы показывать себя. Но я решила показывать вам то, чтобы вы видели, что я при вас беру карту, чтобы была видна ваш крупным планом карта. Потому что на самом деле я просто читаю карты. Я ченнелинг делаю. Карты с вами говорят без слов. По этой причине это так нужно. Чтобы вам помочь еще лучше, еще больше. Эта карта называется Колесо Года. Из Колеса Года. Таро. Тоже Туз. Но это Туз Пентакли. Это новые деньги. Что вас ожидает? Новые деньги. Новые радости. Новые возможности покупать себе то, что вас обрадует. Это новые возможности радоваться каждому дню. Это новые возможности получать подарки. Видите, это как подарок здесь. Новые возможности получать подарки как от высших сил, от судьбы, так и от других людей. От тех людей, которые заботятся о вас, которые любят вас. Судьба ваша им не безразлична. Это ваши родные люди. Или это ваши любимые друзья. Или Пентакли, Туз Пентакли. Это ваша новая работа, которая вот-вот у вас на пороге. Или новая какая-то покупка для многих. Кто хочет купить дом, квартиру, что-то большое, крупная машина может быть. Какая-то крупная покупка. Почему крупная? Потому что Туз это усиление. То есть у вас будет достаточно финансов, чтобы начинать проект, какой-то проект большой, касательно денег. Улучшить свое материальное положение. И здесь я посмотрю следующую карту. Это карта смерть. И не пугайтесь этой карты. Тринадцатая карта смерть. Тринадцать это один плюс три, четыре. Это стабильность в будущем, если вы не будете смотреть в прошлое с сожалением. Это возможность хорошо зарабатывать, если вы не будете смотреть в прошлое с сожалением. Потому что карта смерть говорит, послушай, не нужно возвращаться во вчерашний день. Там уже ничего нет. Там нет жизни. Может быть там есть какие-то приятные воспоминания. Или еще что-то хорошее. Нужно взять его в сегодняшний день. Но нужно знать, что даже приятные воспоминания о вчерашнем дне, это всего лишь воспоминания. В прошлом никогда нет жизни. В близком прошлом, как на прошлой неделе, в прошлом месяце, или же в далеком прошлом, 10, 20, 30 лет назад. Там уже нет жизни. Нельзя никогда сожалеть о том, что было. Нельзя никогда сожалеть о том, что вы могли бы сделать, но не сделали. Потому что тот, кто сожалеет, тот себя обкрадывает. Я возьму дополнительную карту, раз уже в первой колоде было три карты. Посмотрим, что еще вам выйдет. Это карта judgment. Правосудие, можно сказать. Справедливость, можно сказать. Как кто переводит. Gericht по-немецки я вижу. То есть Gericht это правосудие, скорее всего. Да, Gericht это тоже судебная палата в Германии. Насколько я знаю, я жила в Германии раньше. Так что вот это так. Итак, здесь идет речь о том, что вы по заслугам заслужили для себя новое счастье, новое финансовое благополучие. У многих из вас это новая встреча с мужчиной благородным, который на своих ногах. Он ищет пару, потому что он дисциплинированный человек. Он над собой работал, он многого достиг. Теперь ему есть, что показать. Товар лицом. То есть каждый, конечно, человек, который ищет себе пару, он показывает себя как товар лицом. И вот такой мужчина, ну не цепляйтесь к моим словам, такой канал пошел. Я читаю Ченнелинг так, что такой канал пошел. Девочки, я от себя никогда не говорю. То есть придет мужчина в вашу жизнь, который может себя показать. Ему не стыдно себя показать. Он многого достиг. И он сделает вас счастливой. И по справедливости вам это все будет. Две карты старшего аркана. Две очень важные карты старшего аркана, которые говорят, что он будет вам помощником. Он будет вам спутником жизни. Потому что джаджмент это 20-ая арка. А 22-ая это помощник. Помощник, стабильное отношение с человеком. И вы не будете думать о своем бывшем, который вас обидел. Потому что новый такой хороший будет человек. Вы так будете счастливы, что вы забудете даже думать о бывшем. Или это о работе расклад. Вы получите новую денежную работу. И вы даже забудете о прошлой работе. Забудете о ней. И не будете о ней сожалеть. Потому что новая работа по справедливости вам даст больше денег. У вас там будет перспектива роста. И вам там будет намного интереснее работать. Такой расклад на колесе года. Следующие карты, которые я буду для вас раскладывать, это карты Ленорман. Вот эти. И то же самое. Мы вначале возьмем две карты. Что у вас на пороге? А вы спросите у себя. Задайте вопрос сами себе. Что у вас на пороге? Чего ожидать от судьбы? А я для вас возьму карты. Мы все посмотрим. Что у вас на пороге? Что хорошего готовит судьба? А вы представьте себя в будущем. И спросите у себя. Чего бы вы хотели? Чего бы вы хотели для себя? И карты вам скажут. Получите вы это или нет? Вот это карта первая. И здесь у нас карта плетки. Плетки это повторяющиеся движения. Это когда много работы у человека. Или это мужчина трифовой масти. То есть деловой мужчина. Умеющий красиво говорить. Умеющий доказать что-то. Войдет в вашу жизнь. Мастер число 11. У вас вы настаёте на пороге каких-то интересных эмоций, впечатлений. Каких-то интересных информаций будете получать друг от друга. И карта книга. Это карта судьбы. Это знаменосная карта. Потому что число 8. 2 плюс 6 это 8. Это стабильная. 8 это дважды стабильные деньги в вашей жизни. Которые вам по судьбе. От трифового короля. Это начальник или ваш мужчина. Который начнет очень хорошо зарабатывать. А также это книга вашей судьбы. Это хроники Акаши. Записи Акаши вашей жизни. И что вам еще предстоит в жизни? Ну вам предстоит в жизни иметь много работы. Очень хорошо зарабатывать. Вам предстоит в жизни помириться с каким-то мужчиной. Может быть вы с ним поссорились. Плетки может быть ссора, которая была между вами. И карта книга говорит, что если вы с мужчиной поссорились, у вас в любом случае есть с ним продолжение отношений. А я возьму еще дополнительную карту, как уже сказала, чтобы прояснить все. Это карта гроб. Она говорит о том, что сейчас духи рода выходят. Поэтому я буду брать еще карты. Ой, все поворачивается не так, как мы думали. Духи рода выходят на связь. Когда выходит карта гроб, это духи рода выходят на связь. Но тоже здесь вместе вот бубен-бубен. У вас будет больше денег, больше работы. Смотрите, не тратьте на ерунду. Карта гроб говорит, закройте свой кошелек для лишних трат. Но если вышли здесь хранители рода на связь, они вышли раньше положенного срока. Потому что я загадала хранители рода и духи рода вот здесь на этой колоде. На колоде именно родовой. Но раз духи рода хотели выйти дополнительно раньше, хорошо. Карта гроб, не бойтесь ее. Это хранители вашего рода. Что они говорят? Смотрите. Видите, что они говорят? Будьте уверены, что у вас будет любовь. Червовая масть. Один плюс восемь – это девять. Будьте уверены, что у вас будут стабильные отношения. Девять – это номер совершенства. Последний номер в нумерологии – номер совершенства. У вас будут совершенные отношения. Замечательные, любовные отношения с кем-то, кто вам очень дорог. И знайте, что тот человек, который вам очень дорог, смотрите, как вы смотрите глаза в глаза. Тот человек, который вам очень дорог, вы ему тоже очень дороги. И если этот человек, вы, может быть, с ним поссорились из-за ерунды или еще из-за чего-то. Вы друг другу очень дороги. И, может, вы с кем-то давно уже не разговариваете. Вы помиритесь. И между вами будет мир и любовь и взаимопонимание. Это могут быть семейные связи. Собака иногда показывает семейные связи. Где восстановятся семейные связи, любовь, взаимопонимание. Это могут быть связи любовные в партнерстве, которые восстановятся. Ваши отношения с любимым человеком будут лучше прежнего. Потому что если были плетки и гроб, я еще один вариант дам. Потому что здесь много можно вариантов, конечно, давать. Это же общий расклад. И если плетки вышли здесь для тех, уважаемых слушателей, кто поссорился с кем-то. Смотрите, это книга «Гроб и собака». С этим человеком вы помиритесь. Может быть, вот поссорились плетки и гроб давно не разговариваете. Давно для кого-то этой недели. Для кого-то давно. Это месяц или год. Вы обязательно скоро помиритесь и будете счастливы. Вот что сказал для вас Ленорман. А я доверяю. Я доверяю. Потому что, как я сказала, что неясно, проявись мне причиной. Обернись. Вы можете так спросить, что неясно, проявись мне причиной. Обернись. А сейчас я буду продолжать спрашивать у хранителей рода. Здесь, если гроб – это хранители вашего рода, это родовые ваши ангелы, помощники, то я хочу сказать, что вы будете довольны ситуацией. Хранители рода говорят, ничего не бойтесь, у вас будет все хорошо. Здесь будет дополнительная информация от ваших ангелов. Я беру две карты. Один и два. Еще, если нужно будет, мы будем дополнять. Итак, хранители рода. Сразу две карты открываю. И мы видим expression. Не бойтесь себя проявлять. Не бойтесь проявлять свою индивидуальность. Иногда приходится свою индивидуальность отстаивать, потому что мир, общее пространство не любит индивидуальностей. Мир любит, что все были как газон, подстрижены одинаково. Потому что индивидуальность – это портал в изобилии, на самом деле, это портал в счастье. И всегда, когда вы проявляете свою индивидуальность, есть такие умники, которые пытаются вам перекрыть дорогу. Сказать, что да ну, кто ты такая, что ты на себя взяла. А на самом деле это важно проявлять индивидуальность. И не все это могут, только очень смелые люди, которые никого не боятся. Здесь сказано, не бойтесь проявить свою индивидуальность. Что это такое? Это физическая индивидуальность. Не бойтесь быть собой внешне. Это не значит, что вы должны опуститься. Там косметика, одежда – это не об этом. Индивидуальность – это значит, будьте довольны своими индивидуальными физическими характеристиками. И гордитесь ими. Индивидуальность может быть в профессии. Вы лучше других, если вы любите, что вы делаете. Или же индивидуальность в ваших целях. Вторая карта – truth. В принципе, то же самое. Доверяйте сама себе. Это говорят хранители вашего рода. Сейчас возьму третью карту, потому что здесь мы с вами смотрим по три. И спрошу для вас. А вы у себя спросите. Что не ясно, прояснись. Мне причины, обернись. Я беру дополнительную карту. И здесь написано playfulness. То есть игривость. Не забывайте быть игривой. Не забывайте о том, что… Смотрите, как природа играет, да? На свету играют листики. Все животные довольны жизнью. Бывают звезды улыбаются и мигают. В общем, красиво вокруг. Почему бы вам не украсить собой свой город, свою улицу, земной шар? Почему бы вам не быть игривой? В любом возрасте. Я бы сказала, во взрослом возрасте вообще нужно быть еще более игривым человеком. Потому что уже нет давления на вас. Ну, нет никаких претензий. Вы не зависите от мнения других. Понимаете? Вы делаете так, как вам в кайф. Поэтому будьте игривы, и вы не пожалеете. Вообще, к людям, которые игривы с жизнью, судьба обычно очень улыбается. Я оставила здесь место еще для этой колоды. Это любимая колода белые коты. Вообще, говорят, что в природе, в космосе, есть энергетика белых котов. Это очень интуитивная энергетика. Итак, я спрашиваю у карт для вас. А вы спрашиваете для себя. Что не ясно, прояснись. Мне причиной обернись. Беру две карты. Можно сказать, пусть весы не качаются. Пусть сравняются. Если у кого-то качели или в отношениях, или в работе, в финансах. Смотрите, это карта императрицы. Это карта Венеры. Это карта женщины счастливой. Социальной львицы. Популярной женщины. Которая понимает, она мудрая, что все люди разные. И не могут быть все или друзьями, или всем быть врагами. Все люди разные. А вы выбираете себе созвучных или не созвучных людей. И все. А это дополнительная карта. Еще одна. Я третью еще возьму для вас, конечно. Это Паш. И это Паш Жезлов. Новая свежая энергия для себя любимой. Паш – это новая свежая энергия. Это начинающие. Это люди, которые всегда, каждый день открыли глаза и чувствуют себя начинающими, как дети. Радуются тому, что перед ними. И не сетуют на жизнь. И не имеют к жизни претензий. Паш – это тот, который имеет энергию для жизни. Вам в любом возрасте будет выдаваться энергия для жизни. Это омоложение организма. Если вот так вот вместе считать, это омоложение организма. Это красота. Внешняя, внутренняя. А внутренняя красота – это быть довольным своей жизнью. Внутренняя красота – это не там-то духовность, о которой говорят. Это не то. Это не то. Это другое совсем. Это как внутренняя красота. Это когда изнутри идёт вот эта улыбка. Когда изнутри идёт ощущение, что всё хорошо. Я уверена, что я смогу. Если мне нужно будет решить какие-то проблемы, я их решу. Понимаете? Уверенность в том, что вам дан светлый ум, потому что ваш мозг сделан по модели, как компьютер. Ваш мозг, ваши мысли, они связаны с мыслями, да, и вообще с главным компьютером мировым во всех галактиках. То есть кто-то называет Бог, кто-то называет Творец, кто-то называет Высшие Силы. Вот с этим главным компьютером, там, где триллионы звёзд. Это говорят коты для вас, эти волшебные белые коты. И поэтому, если вы уверены в себе, вы уверены в High Power, вы уверены в Высших Силах, которые всегда вам дадут то, что нужно вам на день насущный. Ведь есть же даже молитва такая Господня, да, дай нам хлеб насущный на каждый день, правда? А вот это следующее выражение, прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим, это всё про вчерашний день. Вот здесь карта смерть. И прости нам долги наши имеется в виду, что вчерашний день оставив во вчерашнем дне. Долги — это вчерашнее всё. Долги — это прошлое, да. Просто люди не понимают слово «долги» правильно, да. Долг, там, грех — люди не понимают правильно. Это просто прошлый день, прошлое. Карта смерть второго лучше это объясняет. Ну, как лучше, конечно, в Писании тоже гениально всё объясняется. Ну, понимаете, не понимаете мои слова из контекста. Я читаю канал карты. Это просто по-простому объясняется, да. И вам каждый день даст новую энергию. Оставьте прошлое в прошлом. И прости нам долги наши. То есть не возвращайтесь в прошлый день, как и мы прощаем должникам нашим, как и мы прощаем вчерашний день. Идём дальше. И царствие нам будет, потому что эта императрица, она царственная. И царствие будет. А жезлы — это новая энергия для работы. Для кого-то это новая работа, это новая карьера, это новые отношения. Вы сейчас кому-то очень нравитесь. Или если вы, опять же, вот живёте вместе в партнёрстве или в браке, вас любят, вами интересуются. Поэтому у вас есть продолжение отношений. Всё хорошо будет. Берём дополнительную карту. Это королева жезла. Вот этот расклад какой великолепный. Всё, что я сказала, подтверждается. Потому что королева жезлов — это человек, который очень много энергии имеет. Если вы чувствуете на себя негатив, знайте, что вы не подвержены негативу. На вас стоит сильная защита. Королева жезлов — это та, которая держит свою энергию, которая имеет энергию для жизни, для счастья. И вот здесь зелёный камешек посередине — это талисман. Талисман, может, видно, так будет. Вот этот зелёный камешек, да? Это талисман от Архангела Рафаила. Для тех, кто хочет, чтобы поправилось здоровье. Это сильное здоровье. Вот что обещает расклад. Это вы полная сил, полная уверенность в том, что у вас всё хорошо. Вот этот жезл, это обещание вам, что то, что вы хотите, вы получите. А подсолнече — это ваш гороскоп. Это ваш гороскоп. Это ваша натальная карта. Вы рождены для счастья. Здесь карта книга была. Это тоже карта счастливой судьбы. Здесь через этот расклад выравнивается кристаллическая решётка вашей судьбы. То есть всё счастье, которое было потеряно, возвращается к вам. Вы получаете свою энергию назад. Если кто-то украл у вас энергию, вы вернёте свою силу. Кто-то украл у вас, например, какую-то идею по бизнесу, или же какая-то несправедливость была, или в семье, или ещё где-то. Вы восстановитесь. Вы получите то, что было украдено назад. И сильная защита на вас стоит. Вы императрица, и вы женщина очень сильная. Это то, что у вас есть знания профессиональные. И поэтому вы выстроите прекрасную карьеру. Это то, что у вас есть люди, которые о вас заботятся. И очень крепкие отношения. Потому что жезлы — это крепкие отношения между любимыми. Вот такой замечательный для вас расклад, мои любимые. И я хочу сказать, что раскладывайте для всех. Каждый человек, который смотрит мои расклады, услышит что-то своё. Если бы вы заказали, тоже было бы самое. Взяли бы те же карты для вас, даже за большие или за маленькие деньги. А я вообще ни у кого денег не беру, и никому ничего не должна. Я делаю общие расклады. Для того, чтобы каждый человек, кто услышит что-то своё, мог бы воспользоваться моими раскладами для своего личного счастья. Девочки, я преподаю как Таро, так и Ленорман. И мальчики, вы знаете, что у меня очень высокопрофессиональные уроки. И когда вы покупаете уроки, я высылаю вам ссылки. По каждой ссылке будет столько уроков, сколько показано. Например, там, по-моему, Таро по старшим арканам. 30 уроков, да? Это первый курс только. У меня 12 курсов по Таро. Но если я сделаю новые уроки, я добавлю в ссылку вам безоплатно. Поэтому у меня очень хорошо учиться. Кому нужно, найдёт ко мне дорожку. У меня под каждым видео, в описании видео и о канале есть переход на мой сайт. Можно зайти и получить там уроки от меня. Я вас очень всех люблю, обожаю. Огромная благодарность, особенно тем, кто спонсирует мою работу. Потому что меценаты моих каналов позволяют мне работать для вас 7 дней в неделю. Я люблю, обожаю для вас работать. Но в любом случае, человеку тоже же нужно за что-то жить. Поэтому огромное спасибо спонсорам моих каналов. А всем независимо, я посылаю медвежьи обнимашки, воздушные поцелуи, виртуальные обнимашки от меня. Всех вас люблю. Всем вам желаю счастья, добра. Всего того, чего вы желаете себе. И будем видеться. Приходите на мои бывшие или на мои предыдущие и будущие видео. Везде проведете с пользой для себя время и получите важные подсказки для вашего будущего. Всем добра и будем видеться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!